Очередная встреча с хоккейным клубом «Старт» для саровчан выдалась тяжелой. С самого начала игры соперники показали друг другу настрой на победу. В первом периоде подопечные Сергея Макеичева сумели забросить шайбу в ворота Таншаевцев. Во втором отрезке гости оживились и усилили наступление. Большую часть времени игроки нашего города провели в контратаках. Было очень тяжело, потому что с дороги, во-первых, с Нижнего Новгорода добирались кто-то с Таншаева. Команда, соперник, один из лидеров чемпионата, с ними всегда непростые игры. Результативные атаки, скорость, нападение и грамотная защита старта повлияли на игру. Второй период закончился для саровчан неутешительно – со счетом 1-3. Наша команда смогла ненадолго собраться и забросила еще одну шайбу. Но вырвать победу из рук соперника не удалось. Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу Таншаевцев. По словам игрока команды «Старт» Антона Простотина, саровчане играли достойно. Сегодня свои моменты реализовали, поэтому выиграли. Из положительных моментов ответим, что сегодня более-менее все собрались у нас. Так что было чуть полегче. Не было плохой игры со стороны соперника, просто немножко удача нам улыбнулась. Очень здорово команда играет, соперника саров. То есть они всегда бегут, все ребята молодые, плюс они тренируются постоянно. Им только плюс за это. С таким соперником всегда приятно играть. Команды боролись за выход в финал. Тренер хоккейного клуба «Саров» Сергей Макеевичев считает, что его подопечные недооценили возможности конкурентов и не смогли сдержать натиск соперника по турнирной таблице. Здесь люди готовятся, настраиваются, приезжают, дают бой, а вы этот бой не ждете. В конце там четвертая шайба залетела, курьезная, конечно. Но посмотрим, ничего страшного в хоккей. Всегда есть выигравший, всегда проигравший. Решающий матч на выход в финал хоккейного клуба «Саров» против «Старта» прошел на выезде. Игра закончилась со счетом 6-3 в пользу тоншаевцев. 21 февраля саровчане встретятся с командой «Спартак» и определят бронзового призера сезона. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».